Здравствуйте, коллеги и зрители канала Я Прихмахер. Меня зовут Николай Ванастасия, я ведущий тренер бренда Куафанс Профессионель. В сегодняшнем видео мы, наверное, разберем такую боль любого прихмахера. Это достаточно жесткая, стопроцентная фактически седина. И многие из вас наверняка сталкивались с проблемой, что она не закрашивается или бликует. Ну, мы еще это называем европейский тип окрашивания. Сегодня мы поделимся с вами методом, который мы часто применяем в своем бренде для более плотного покрытия таких волос. Моя модель Оля, в общем-то, я думаю, что все с ней знакомы, все ее часто видели на канале, это ведущая канала Я Прихмахер. Но она сегодня доверила нам свою голову и хочет покрасить свои седые корни. Я думаю, перед тем, как я расскажу вам, как выполняется метод окрашивания седины, мы сначала с вами, конечно же, произведем диагностику. Ну, как мы видим, у Оля достаточно плотная структура волос, но, кстати говоря, они не сильно пористые. Седина трудно поддается окрашиванию. В принципе, Оля сама окрашивает примерно похожим методом свои седые корни. Как видите, есть легкое бреликование от предыдущего окрашивания. Его мы тоже, конечно же, затронем, чтобы цвет был более равномерным. Работать, конечно же, мы будем перманентным красителем, а по длине освежим цвет при помощи безымячного красителя серии Color Concept Care. Ну, направление цвета мы выбрали больше прохладно-шоколадное, это 71 направление. Ну, я на палитре все эти оттенки, конечно же, покажу. Ну, как я уже сказала, имеем дело с трудноподдающейся сединой, будем использовать холодные направления. Конечно, мы выберем натуральные холодные оттенки. Это серии с двумя нулями. Наш краситель называется Color Papillon, может быть, кто-то с ним уже знаком. Знает его прекрасную способность к покрытию седины, но иногда бывают моменты, когда нужно более индивидуально подойти к этому вопросу. И, кстати говоря, такой метод, который мы будем сегодня использовать, он подходит не только для плотного покрытия глубоких шоколадных направлений, натуральных или пепельных. Он также подходит и для более плотного покрытия на уровнях более высоких, это 10, 9 и 8 уровни. Чаще всего с ним мы проблемы и имеем при покрытии вот таких непигментированных волос. Мы выбрали направление цвета 5,00, достаточно глубокий оттенок. И модный нюанс мы выбрали 5,71, это шоколадно-пепельное направление, легкий такой прохладный нюанс. По длине мы будем работать с цветами из безымиачной серии. Это оттенок 5,01, но поскольку я вижу достаточно пористые некоторые участки на полотне, я добавлю сюда 6 уровень, чтобы не уйти глубже на четверку. Поэтому мы выбрали направление цвета 5,01 в безымиачной серии, но поскольку у Оли есть некоторые пористые участки, особенно на концах по полотну, я добавлю 6 уровень, чтобы не уйти сильно глубоко в глубину тона, поэтому добавлю оттенок 6,77. Работать буду на низком проценте, по длине на 1,8, а в корнях для начала. Я выберу процент 6. Ну, расскажу как раз-таки про метод, каким же мы все-таки будем пользоваться. Он называется двойное нанесение, но при этом мы также будем использовать тепло. То есть первым этапом мы нанесем классическую формулу, то есть 5,00, 5,71 в классической пропорции 1,5 с окисляющей эмульсией 6%. Далее на 10-15 минут мы уберем краситель под тепло, это будет климазон. В случае, если у вас в салоне нет, к примеру, климазона, вы можете воспользоваться утепляющим колпаком, шапкой, либо, например, просто одеть полиэтиленовую шапку и погреть волосы феном и накрыть полотенцем, чтобы тепло циркулировало. После этого мы разведем новую свежую смесь, но уже в другой пропорции, но с той же формулой. 5,00, 5,71 в пропорции 1 к 1, но уже процент мы будем повышать. Это будет 9%, то есть формат щетиной смеси. И нанесем по всем уже ранее окрашенным проборам и снова уберем краситель под тепло на оставшиеся 15 минут. То есть при применении тепла у нас из времени выдержки вычитается примерно 10 минут. Что ж, я приступлю к подготовке первой формулы. Ну что ж, наша первая смесь готова. Но перед тем, как наносить краситель, мы сначала обезопасим кожу лица, а точнее обезопасим от отпечатывания красителя. Мы работаем достаточно темными оттенками. И чтобы у нашего клиента не было что-то вроде такого ободка, необходимо нанести подобный продукт. Это продукт от бренда Куафанс, он позволяет защитить кожу. И на самом деле, если у вашего клиента очень чувствительная кожа головы, во время окрашивания он чувствует дискомфорт. И, например, обычные флюиды более тонкой консистенции не помогают, можно воспользоваться вот таким вот маслянистым продуктом. Наносится он очень легко. Необходимо чуть-чуть запрокинуть голову назад, несколько капель нанести и распределить просто по краевой роста линии волос пальцами. Конечно, необходимо это сделать не только у лица, за ушами. Можно даже слегка на уши нанести. Если кто-то, например, прям аккуратно красителем не умеет работать, всегда пачкает уши, конечно, лучше их тоже обезопасить. Конечно, и заднюю краевую часть тоже необходимо проработать. Сильно жирно намазывать данный продукт не нужно, потому что от кожи он начинает слегка еще подтаивать и может, конечно, слегка потечь. Поэтому прям тонким-тонким слоем, поэтому продукт очень экономичный, его надолго хватает. Прямо в краситель мы его не добавляем в случае протекции кожи, когда именно цель защитить чувствительность кожи. Немного капель, конечно, допускается, но в большом количестве нет необходимости. Итак, наносить мы будем классическим методом, по классической крестовине продукт мы будем накладывать, не размазывать. Даже с учетом, что у нас будет двойное нанесение и продукт будет нанесен дважды, все равно первое покрытие должно быть густым. Все мы прекрасно знаем, что седые волосы, они не любят тонкого нанесения, они любят впитывать в себя продукт. Соответственно, покрытие должно быть достаточно плотным. Фактически вы не должны видеть пробор, точнее вы не должны видеть кожу головы под красителем. Пропорция смешивания самих оттенков один к одному. Вообще, на самом деле, когда мы работаем с 100% или от 80% до 100% сединой, то по правилам в Куафанс необходимо взять натуральный оттенок на тон темнее желаемого. Мы бы так сделали, если бы работали просто классикой, то есть не делали двойного нанесения, не использовали тепла. Здесь же мы за счет двойного нанесения тепла получаем весьма плотное покрытие, соответственно, занижать уровень тона нам нет необходимости, чтобы потом у Оли в дальнейшем не было проблем с окрашиванием, у нее не было никаких полос. Не нужно было затем вычищать эти полосы при дальнейших окрашиваниях. Микс тона какие-то мы здесь не добавляем, потому что работаем фактически с непигментированным волосом. Коррекцию здесь делать какую-то интенсивную нет необходимости. Краситель самостоятельно справится, в общем-то, с созданием прохладно-шоколадного оттенка. Я слегка заезжаю на ранее окрашенный волос, потому что, как мы с вами видели из диагностики, есть достаточно явная полоса непрокрашенных волос. Как я уже говорила, данный метод применим не только на темных оттенках, он отлично справляется с работой, когда вы работаете с блондинками, потому что, конечно, блонд и седина – болезненная тема для парикмахера, очень плохо, как правило, красители справляются с окрашиванием седины на высоких уровнях тона. А вот двойное нанесение, использование щетиной смеси в двойном нанесении и, конечно же, применение тепла позволяет максимально раскрыть структуру непигментированного волоса. Можно, конечно, задаться вопросом, почему седина плохо красится, но для этого просто нужно изучить структуру волоса. Меланин, то есть пигмент. И на месте, где у нас должен был быть пигмент, образуются пузырьки воздуха, достаточно плотные. Соответственно, чтобы красителю пробить, так сказать, и покрыть полностью структуру такого волоса, необходима достаточно такая мощная сила. Высокая мячность, щелочность продукта или высокая пигментированность продукта. Если, например, у вас краситель имеет собственную пигментацию, не сильно плотную, как мы ее называем, не виниловую, а более прозрачную, как в нашем случае, то можно просто, скажем так, эту щелочность и пигментированность просто создать, воссоздать искусственно. То есть при помощи двойных нанесений, тепла, щетинных смесей и так далее. Ну, на самом деле, данный метод, он работает не только при окрашивании седины. Мы рекомендуем, кстати, работать подобными методами и со спецблондинами. То есть, к примеру, если у вас краситель, точнее спецблонд в вашем красителе не имеет высокой силы поднятия, то есть, например, везде у нас всегда заявлено, что тысячные ряды или, например, у вас сотые этой ряды, или они обозначаются как-то буквами. Ну, по-другому мы их называем просто спецблонды. Осветляют до пяти тонов, но, сами понимаете, пять тонов – это всегда достаточно большая условность. То есть, они могут поднимать даже максимум и на три тона, дотягивать еле-еле до четырех. Ну, и в итоге мы получаем, как правило, теплые, плотные направления, с которыми приходится потом мучиться во время тонирования. А хочется, конечно, максимально прозрачного результата. И вот как раз-таки здесь на помощь приходит подобный метод двойного нанесения, когда вы наносите сначала спецблонд в классической его формуле, к примеру, 1 к 2 на 12% на корень, и далее через 10-15 минут с применением тепла вы наносите данную смесь повторно. Ну, в случае со спецблондом занижать пропорцию с окислителем нет необходимости, просто прокладываете такую же свежую смесь. Что это дает? Ну, в общем-то, все красители и порошки, как правило, имеют самую мощную и самую сильную реакцию в первые 15-20 минут, а затем она уже становится такой вялотекущей. Соответственно, нам необходимо свежей смесью поддерживать вот эту мощную реакцию на протяжении всего времени выдержки. Ну, двойное нанесение многие используют по-разному. К примеру, в случае со спецблондами один раз наносят классическую смесь, затем выдерживают полное время выдержки, смывают, и просто заново на сухие волосы снова наносят спецблонд на 12% 1 к 2. Конечно, такой метод занимает значительно больше времени, значительно больше расход продукта получается, поэтому удобнее, наверное, все-таки работать через двойное нанесение за один сервис. То есть, когда вы нанесли классику, выдержали с теплом, и просто сверху проложили такую же смесь повторно. Кстати, на второе, вторичное нанесение нам не потребуется большого количества продукта, поскольку у нас уже все корни будут в красителе. Нам понадобится буквально 15-20 грамм, чтобы обработать полностью заново все корни. То есть, тоже такая экономия. Наношу я привычным способом. В общем-то, вы можете начинать с височных зон, вы можете начинать с затылочных. На самом деле, многие говорят, что седину необходимо начинать именно... Нанесение на седину красителя необходимо начинать именно только с височных зон. Но на самом деле, особой разницы, откуда вы начнете окрашивать волосы, абсолютно нет. В любом случае, у вас время выдержки будет одно и то же. Плюс ко всему, мы будем использовать тепло, которое усилит эффект проникающей красителя. Поэтому я начала по классике просто с затылочной зоны. Ну и будем постепенно двигаться к вискам. Ну что ж, мы закончили первое нанесение. Сейчас мне остается сделать что-то вроде кросс-чека. То есть, проверить свои проборы, если краситель где-то приподнялся и донанести его плотно на кожу головы. После этого мы просто уберем краситель на 10 минут под климазон. Ну, как видите, я когда делаю кросс-чек, я не провожу кисточкой, точнее хвостиком кисти прямо по коже головы, потому что таким образом я самостоятельно и снимаю уже краситель с кожи. Поэтому поднимите, приподнимите прядь, чуть-чуть ее можете руками вычесать, натянуть и просто по воздуху, то есть внутри пряди разберите ее на пробор. Если видите, что у вас где-то краситель чуть-чуть отошел от кожи головы, чуть-чуть вперед голову, то просто кисточкой, можете даже чистой кистью или добирать оставшийся продукт, до наносить его на кожу. Лучше, когда делаете кросс-чек, начинайте снизу. Если мы начинали наносить первичное нанесение сверху, вниз двигаясь, то при кросс-чеке лучше это делать наоборот, снизу вверх. Чуть-чуть у меня краситель кое-где отходит. Натуральные оттенки имеют более плотную консистенцию, поэтому от кожи, от тепла кожи головы он может немного подскакивать. Расскажу, в какой момент мы начинаем работать с длиной. Ну, я думаю, что здесь, в принципе, все логично и понятно. После того, как мы нанесем повторную смесь, щетинную смесь, мы уже будем работать с безымячным красителем. Ну что ж, мы сажаем Олю под климазон. Выставлять необходимо среднюю температуру. Если ваш климазон имеет режимы специальные под окрашивание, под уход, то выберите режим окрашивания. В нашем случае мы просто выставляем среднюю температуру, поскольку режимов нет, и выставляем таймер на 10 минут. За это время я пока начну готовить следующую смесь. Ну, а Олю мы оставим греться. Готовимся к полету. Желаю вам доброго полета. Поехали. Ну что ж, 10 минут под теплом прошли. Я уже успела подготовить себе свежую смесь. В принципе, я ее сделала в ту же миску. Здесь у меня та же самая формула. 5,00 в равной пропорции с оттенком 5,71, но уже на 9% и в пропорции с окислителем 1 к 1. Как видите, красителя не особо много. Мне здесь достаточно буквально по 10 грамм каждого оттенка, то есть в общей сложности у меня 20 грамм красителя. Я буду работать достаточно крупными проборами, поскольку у меня уже корни достаточно хорошо обработаны красителем. Здесь его достаточно много. И мы будем наносить небольшим слоем. То есть так много продукта уже брать не нужно. Опять же таки, можете начать с височных зон, с затылочной зоны, как вам будет удобно. Беру более крупно. И всю эту смесь мы снова уберем под тепло уже на 15 минут. Но еще, конечно же, после корней мы сразу же нанесем безымячный краситель. Эта смесь уже готова, но не размешана. Мы, напомню, выбрали два оттенка из безымячной серии Color Concept Care. Это оттенок 5,01, достаточно интенсивно холодный. Фактически такой прям глубокий-глубокий, холодный, натуральный пепельный оттенок. И интенсивно шоколадный на шестом уровне 6,77. Окислитель мы выбрали минимальный. Это 6 Volume или 1,8%. То есть мы, в принципе, можем синхронизировать и перманентный краситель, и безымячный в одном окрашивании. То есть за раз наносить все вместе. Не обязательно сначала смывать перманент, потом наносить безымячку. Все это можно делать сразу и ускорять себе работу. Но, в принципе, я уже сейчас могу видеть, что даже на 6% краситель неплохо справляется с сединой. Но двойное нанесение позволит нам дать максимально глубокий, максимально насыщенный результат. Ну и, конечно же, более стойкий. Мы все с вами прекрасно знаем, что наслоение пигмента на пигмент всегда дает более стойкий результат. Мы все с вами пользуемся такими приемами. Например, когда мы выполняем акваокрашивание, то есть цветовые бани, выполняем их в качестве подложки цвета, в качестве дополнительной предварительной коррекции перед нанесением основного оттенка. Особое внимание, конечно, необходимо уделять височным зонам. Как правило, они чаще всего бывают с очаговыми участками сединой. Там зачастую краситель не так плотно ложится. Есть бликование всегда на висках и примерно в теменной, точнее не в теменной, а во фронтальной зоне, на проборах особенно. Немного я краситель протягиваю на ранее окрашенные волосы. Как мы с вами помним, у Оли была такая полоса вымытого оттенка, непрокрашенной седины. Ее нам тоже необходимо плотно закрасить. Если же у вас нет такой полосы, конечно, старайтесь более аккуратно работать, не так размашисто, как я, чтобы не затемнить, не получить, наоборот, достаточно темную полосу. Поскольку работаем в двойном нанесении, конечно, пигментация будет достаточно интенсивная, плотная. Как видите, 20 грамм красителя мне вполне с лихвой хватает, чтобы заново обработать все волосы. Ну а, собственно, завершать процесс окрашивания мы будем классическим, привычным нам способом. При помощи технической линии Postcolor, это шампунь, маска, и дополнительно для косметического такого эффекта блеска и рассыпчатости мы нанесем маску Booster из новой линии для укрепления волос. Она имеет такой немного силиконовый эффект, в общем-то дает хорошие тактильные ощущения. Ну, в принципе, укрепляет структуру волос, но при этом не вымывает никак оттенок. Ну, вообще, для таких шатенок, для глубоких оттенков шоколада, для средних тонов шоколада, мы, конечно, Оле бы порекомендовали домой для поддержания цвета наши цветные бустеры. Они, кстати говоря, у нас представлены вот на этой витрине. Там есть шоколадный оттенок, ну, на самом деле, это теплый оттенок шоколада, примерно 73-го направления, но также есть маска фиолетовая, и эти маски можно смешивать и, в общем-то, получать достаточно интенсивно, холодные, красивые направления шоколада, то есть можно, в общем-то, это делать и дома. Основная задача таких масок – это, конечно же, ухо, то есть они дают очень интенсивную плотность, очень хорошую плотность волосам, дают интенсивный блеск. Но вторым, в общем-то, второй функцией, как бонусом, идет поддержание цвета. В принципе, достаточно насыщенные оттенки можно получать при помощи маски. Конечно, седину подобные маски не закрашивают, потому что многие спрашивают, можно ли шоколадной маской, к примеру, покрасить прям седину. Конечно, чтобы у вас получился эффект хотя бы камуфляжа, нужно наносить маску на сухие волосы. Но представьте, какой расход продукта будет. Поэтому, конечно, такие продукты не предназначены для окрашивания непигментированных седых волос. Они идут только для косметических баз, то есть для длины, для уже окрашенных волос, чисто для поддержания. Выполнять ее очень легко. Конечно, в любом случае нужно будет использовать данный продукт в перчатках, потому что все-таки прямой пигмент имеет свойство сразу окрашивать и кожу, и волосы в том числе. Поэтому нужно себя обезопасить. Ну и время выдержки такого продукта составит буквально 2-5 минут. То есть это займет минимум вашего времени, но зато позволит вам не так часто окрашивать волосы. Итак, вторую формулу мы нанесли. Осталось нанести только безымячные продукты на полотно волос. Напомню, Color Concept Care у нас здесь 2 оттенка на 5 и 6 уровне и минимальный процент 1,8. Но также в эту смесь я добавила вот такое ухаживающее масло. Это питательное масло из линии масел красоты. Кстати, оно абсолютно не привязано к бренду, вы можете использовать его, к примеру, со своим брендом. Вообще расчет такого продукта идет 10 доз на 50 грамм красителя без учета окислителя. Ну в нашем случае у нас здесь буквально 30 грамм красителя, поэтому мне потребовалось около 5-6 капель данного масла. Также его можно добавлять и в обычные уходы, это в кондиционеры и в маски в пропорции буквально 3 капли на привычное количество продукта. Ну, наносить безымячный краситель можно как на сухие, так и на влажные. В нашем случае мы будем наносить на сухие волосы. На сухих волосах, конечно, эффект будет чуть более плотным, чуть более насыщенным. Плюс ко всему, у нас еще будет работать на длину и тепло в том числе. То есть сейчас мы быстро наносим длину и посадимся на 15 минут под клеммазон. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, коллеги, мы закончили наше окрашивание. Теперь мы приступаем к укладке. После укладки посмотрим уже готовый результат на сухие волосы. Но я расскажу, какие продукты я буду использовать для создания формы, ну и для придания нашему окрашиванию дополнительного блеска и глянца. Мы будем использовать три продукта. Первым я нанесу, конечно же, вот такую пену. Это продукт для создания легкого естественного объема. Он не склеивает волосы, оставляет их рассыпчатыми, не создает эффекта матовости, то есть сохраняет естественный блеск волос. Ну и на самом деле даже работает как некий абсорбент, то есть он абсолютно не загрязняет структуру волос в течение дня и оставляет укладку значительно дольше свежей. Ну и по длине сперва я нанесу вот такой спрей из линии Color. Данный продукт является ухаживающим. Он создает дополнительный блеск нашему окрашиванию. Ну и за счет содержания экстрактов позволяет сохранить цвет как можно дольше. То есть работает фактически как антиоксидант. Ну и для финишного блеска, конечно же, я возьму буквально одну каплю нашего легендарного продукта. Это Эликсир де Бриллианс на основе масла Бабасу и протеинов шелка. Он очень экономичный, имеет очень легкую текстуру, очень легкое тонкое покрытие. Его особо много нам не понадобится. Но при желании вы всегда можете нанести еще дополнительную каплю на сухие волосы, если есть где-то сеченые концы. Но я думаю, что нам не потребуется. Он очень хорошо помогает как раз-таки полировке волос. Ну, я думаю, что я приступлю к укладке и конечный результат мы посмотрим в конце. Итак, коллеги, мы закончили. Результат вы можете видеть. Оль, тебе понравилось? Да. Ну, что ж, вы тоже ставьте нам пальчики вверх. Я надеюсь, эту методику вы будете применять со своими клиентами в салоне. Ну, а мы с вами прощаемся и до встречи в новых видео на канале Я Брикмахер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня тормоза включились.